мой фестивальный сезон в двадцать третьем году начался с довольно камерного и неоднозначного скажем так панк-рок фестиваль местного разлива в шатуре где меня попросили исполнить фанерку память об одном организаторе прямо во время фестиваля life painting это такой формат который активно использовал на протяжении всего прошедшего лета ну давайте обо всем по порядку очень прикольное место а вот в прошлом году также здесь начнем с того что одна из организаторов моя подруга алды наверное помнит какого потешного котенка нарисовал тогда также с ней мы откатали этот формат о котором я говорил когда художник рисует вообще у нас довольно длинная история совместного сотрудничества мастер-классы проводили че только не делали в этот раз мне даже было просто интересно посмотреть как справиться с ролью организатора по своей специфике посещаю фестивали немножко другого характера до этого на рок-фестах я был только от силы раза три начиная от стихийной какой-то панкухи заканчивая всем известным нашествием и здесь мы видим все те же самые уже знакомые составляющие должно же быть что-то еще как обычно маркет ассортимент абсолютно как хендмейт так и алиэкспресс везде проскакивает стал довольно распространенным формат небольшой фестивальной татуировки представляете сколько может таких наколотить не иногда в тем такую чилочку себе повесить короче кто во что гораст было довольно разнообразно лично мне запомнился дядечка которые сбрежали на мишку на на второй день вообще целую мини-кузницу с собой притащил до полного финального состояния сколько времени занимает процесс работы что порадовало показалось неплохой идеей это поединки фехтовальщиков перед каждым новым выступлением пока артиста настраиваются ребята забирают все внимание на себя мы приехали сюда на два дня и моя часть запланирована на вторую половину а пока я решил осмотреть окрестности посталкерить так сказать ночью мне нравится как-никак ты находишься на новые локации и помимо фестиваля можно обнаружить еще кучу разных интересных мест ну интересных кавычках конечно же каждому свое на меня вот хлебом не корми дай полазить по разным отшибам этот антураж и эстетика подобных нелюдимых мест мне очень доставляет сложная смесь эмоций и не всегда позитивно скорее всего меня поймут те кто уже испытывал подобные ощущения здесь ты наглядно видишь как течет время вроде все остается на своих местах уже никогда не будет прежним еще так палатку удачно поставил рядом с какой-то недостроенной бытовкой со шприцами и в этих кустах какое-то аномальное количество гусениц и мутырьков наступил следующий день день когда приехал рама и сегодня мы рисовавши мы пришли вообще за ключами от машины чтобы машины нормально поставить конечно именно такой смотри интересная какая вещь да имитация у тебя порода железная так наконец-то мы все очень просто у меня фанера полтора на полтора и еще не вырезанный трафарет и артон это кстати рак потому что с ним можно обойтись одним словом я не стал морочиться или просто с банки влел весь задник не хотелось возиться с валиками с поддончиком а так удобно да и плюс еще и высохнет все намного быстрее вообще у меня не так много времени мешкать здесь не приходится что вы здесь делаете можно поучаствовать в классе 300 рублей смотри муж ты какой тебя поздравляю и счастья тебе желаю слишком брутально для игры да это джигурда какой-то давненько я не рисовал таких объемов за такое короткое время на все про все у меня ушло около пяти часов это еще с учетом выборки трафарета милочку успел аккуратно под наступление темноты ну а там началась самая жаришка так ну всем снова добрый вечер дорогие друзья как а 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 да я не знаю но это что-то уже за гранью добра и зла это что-то нереальное я сейчас стою просто в ахуе причем чтоб ты понимал эти две бабы по бокам они вообще рандомные бухие просто вылезли на сцену и вписались типа в подтанцовку это просто пиздец какой-то а а а я после этого еще пару дней точно давай давай как дурачок ходил как вы поняли это уже следующее утро все сворачивается и играем в тетрис учитывая то что тут творилось ночью мужички еще нормально прибрались короче фотку получившейся работы я выложу у себя в телеграме ссылочку на него найдете в описании как и на все остальные социальные сети а на этом все до новых встреч и 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